Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Диалог». На дворе у нас июнь. До городского юбилея осталось сравнительно немного. И поэтому, собственно, это предопределило выбор нашего сегодняшнего гостя. Я Андрей Иванович Усиков, глава администрации города Орла, или, как я вас назвал в предыдущую нашу встречу, по метавой советские времена, завхоз, ну или, как вы сказали, дворник с большой зарплатой. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Иванович, новая передача начинает по-разному. Биографический аспект у нас был, позволим себе к нему не возвращаться. И я вот сегодня так эдак оригинально с цитатой из статьи, подписанной одной моей доброй знакомой. Дабы вот не потерять ничего в этом тексте, позволю себе даже прочитать вам кусочек. «Городу сидится сон, что он гибнет. От неимоверного напряжения лопаются под землей его сосуды. С них заново снимают кожу, рвут ее на куски...» Ну и так далее. Это, по-моему, Стивилберг в последний день Америки, наверное. Не знаю. Как вы докатились до жизни такой, что за полгода, ну если брать этот текст, сделали с городом то, чему не удалось ордам завоевателей за все предыдущие 450 лет. В смысле разрушения? Ну все, город гибнет. Город гибнет. Ну я думаю, все это абстрактно. Спасибо за юмор, тот, который ваша знакомая выразила в своей эпической форме. Но я думаю, что это не так. И люди, которые живут в нашем городе, скоро увидят совершенно другую картину. Я однажды, также участвуя на телепередаче, сказал, что нельзя отремонтировать комнату, не сняв старые обои, не сняв старую краску для того, чтобы положить новую. Поэтому это временное явление. Поэтому я, если кому-то администрация или труженики, работники, те, которые выполняют работы в рамках подготовки к 450-летию и ремонту уличной дорожной сети в городе Орле, принесли какие-то неудобства, я хочу принести свои извинения. Хочу сказать, что это временное явление. И скоро они опять будут жить в том городе, в котором они привыкли находиться. Все время до ремонта. Поэтому сегодня администрация города Орла и на протяжении предыдущего времени основной задачей ставит перед собой это наведение порядка содержания города в надлежащем виде, в чистоте. Для этого мы делаем все необходимое. У нас на сегодня уборку уличной дорожной сети в городе Орле ведет МУП спецавтобаза, ту, которую мы сохранили благодаря усилиям, в том числе и губернатора Вадима Владимировича Потомского. Сколько ломалось копии вокруг этой организации. Нужна она городу, не нужна. Но все-таки во главу всего вопроса и решения данной проблемы поставили судьбы людей. Люди, которые работают в данной организации. Люди, профессионалы, которые доказали зимой, что они способны справиться с проблемами, в том числе и снегопадами. И я хочу сказать, что никакого коллапса мы не допустили в городе Орле зимой, не допустим его и летом. И сегодня в рамках подготовки города и в целом содержания уличной дорожной сети выполняются все необходимые мероприятия и работы для того, чтобы наш город встретил праздник в достойном лице, в достойном состоянии. Ну вот, извините, вот вы сказали насчет коллапса. Ну вот, собственно говоря, мягко говоря, начиная с весны, два моста в городе были, ну, напоминали что-то. В отвратительном состоянии, да. И все, собственно говоря, вот этого коллапса транспортного, когда начнется ремонт двух мостов, ожидали. Ну, особенно, когда на Герцинском, ну, это вообще не Герцинский мост, 61-летие октября. Но вы видели, коллапса не было. Когда там поставили страшную белую асфальто-поедательную машину, ну, мягко говоря, 40 минут мост ехали. Но, как я понял, с этой проблемой все-таки... Сразу убрали, да, и там небольшая недоработка была подрядчика, что они оставили на Герцинском мосту, или, как вы сказали, на мосту 60 лет октября, фрезеровочную машину. Мы быстренько в оперативном режиме отработали. Ну, скажите, для того, чтобы догадаться, оставить на мосту машину, для этого сколько высших образований нужно? Вот вообще, город, мост, снятый асфальт гребенкой, и еще и машина стоит. Ну, правильно. Вот это откуда у нас такой подход к порученному делу? Ну, это, я не знаю, то ли нерадивое отношение работников, то ли недогляд руководства, которое... В общем, в этом случае шаг вперед осуществился с помощью ПНК-зади. Да, поэтому, когда я утром объезжал город и увидел, что эта машина стоит, я срочно дал поручение, чтобы нашли подрядчиков и немедленно убрали эту машину с моста. Ну, какими еще подрядчиками отношения выстраиваются в таком же пути? Я вам скажу, что на сегодняшний день те подрядчики, которые работают на территории города Орла, люди меняемые, люди профессионалы, и с ними легко работать. На сегодняшний день больших каких-то вопросов с ними, которые бы приводили в какую-то тупиковую ситуацию, не возникает. Все вопросы решаются в режиме работы, в режиме онлайн, поэтому никаких особых трудностей или вопросов сегодня не возникает. Все рабочие моменты, все проекты идут в графике и может даже сопереживаться. Давайте зацепимся за слово «все проекты». Да. Ну, вы-то знаете, вы что называется, держите в голове там, галочки поднимаете в своем, постоянно действующем компьютере, а так сказать, городу и миру. Вот все проекты, которые сейчас осуществляются, ну так, титульные или наиболее важные на ваш взгляд. Смотрите, в этом году городу Орлу вот как никогда выделены денежные средства из фонда, дорожного фонда на ремонт уличной дорожной сети. Ну, это вы имеете в виду на регион, вот те 400 с лишним миллиардов, там по 200 миллионов, простите. Я говорю за город Орел. Вот на ремонт уличной дорожной сети выделено 552 миллиона, плюс к этому недавно совсем еще также выделено 150 миллионов, поэтому сейчас сформирована дополнительная смета, дополнительный перечень улиц, которые будут включены в программу. И мы их также, эти улицы, дополнительно отремонтируем. О дополнительном перечне улиц. Вот Орел с Ивана Грозного начинает. Да. Вот есть такая расхожая шутка, что некоторые улицы Орла не знают асфальта со временных оснований. Ну, вот это, собственно, половец, выгонка, рабочий городок. Ну, собственно говоря, у вас-то список пополнее. Вот шанс есть у людей? У людей шансы есть. В первую очередь сегодня мы очень масштабную работу провели. Вот вы говорите про эти улицы, улицы второстепенные. Ну, я скорее про районы. Если начинать улицы, перечисляйте. Я про них рассказываю, про эти улицы. Мы сегодня максимальное количество улиц делаем отсыпку гранулятом, тот, который мы получили после фрезерования. На эти улицы мы их везем, гридируем, укатываем катком для того, чтобы эти улицы имели нормальное полотно. Пусть это будет не качественный асфальт, тот, который горячим укладывает, но это все равно эти улицы на сегодня обретут новое полотно, и люди будут чувствовать себя более-менее комфортно. Но основную часть улиц, ту, которую сегодня выполняют подрядные организации, это улицы и Северного района, это улица Рощинская, улица Раздольная от Круговой развязки до Болховского шоссе, улица Михалицына, Северный район. Потом улица у нас идет Металлургов, плюс ко всему на улице Металлургов мы делаем освещение полностью по аллее Металлургов, будем освещать и памятник Столеваров. Потом у нас большая работа ведется по скверам. Сквер танкистов сегодня у нас в реконструкции находится. Мы его отреставрируем достаточно хорошо, чтобы глаз радовался у каждого человека, который будет приезжать в наш город. Пусть это будут гости, которые придут на праздник, пусть это будут просто люди, которые приезжают в наш город. Сегодня всю старую краску, когда, я не знаю, кто это дал такое распоряжение, покрасить гранит, сегодня мы ее всю пескоструем, весь памятник, гранит вокруг танка, весь комплекс мы пескоструем специальной машиной, для того, чтобы гранит у нас опять принял облик вернуть первоначального создания, когда его только привезли и установили там. Давайте немножечко в другую часть центра вернемся. Вы, конечно, орловчанин уже, ну что называется, по ощущениям, и учились вы, собственно, с детства у вас в Орел, мама тогда возила, мы с вами говорили. Но вот все-таки, наверное, не весь орловский фольклор вам известен. Вот в свое время была такая шутка, ну еще советского времени, как найти в Орле базар. Говорит, найдите улицу Ленина, дойдите до площади Ленина, найдите памятник, а, знаете все-таки. Да, и он покажет, покажет, где рынок. Но сейчас, согласитесь, рецепт не очень, потому что и улица Ленина, и площадь Ленина, мягко говоря, перспектива. Перспектива позитивная. В плане до 11 июля закончить работы на... Июля закончить на улице Ленина. Сегодня там работы идут в полномасштабном таком режиме. С понедельника с подрядчиком утром мы встречали, с понедельника они планируют переходить на круглосуточный режим работы. Вот. Там полностью будет заменена ливневая канализация, которая будет проходить по центру улицы. Тротуары будут расширены с каждой стороны по 9 метров. Центральный проезд также будет 9 метров для того, чтобы можно было и подъехать туда на транспорте в случае доставки каких-то продуктов. Это в значительной мере технологическая все-таки вынужденная вещь, потому что зная вот дворы за фасадом на улице... И межарочное пространство будет тоже уложено, в межарочном пространстве будет уложена плитка. Новый асфальт на Александровском мосту будет положен. Значит, будет новая плитка на Александровском мосту, на Тургеневском мосту будет новая плитка положена. Памятник Каховка. То есть мы улицу Ленина не узнаем. Будет улица другой. А площадь? Сейчас вернусь к площади. Значит, по брусчатке тогда вопросы стали задавать граждане, что оставьте брусчатку. Да, мы выходили с губернатором на место, посмотрели, решили, что все, брусчатку мы не трогаем, только меняем тротуары по бокам. Андрей Иванович, хотите я про эту брусчатку открою вам страшную тайну? Откройте. Она не самая настоящая в Орле. Дело в том, что эту брусчатку, ну это хорошо известно, в середине нулевых поднимали. Там это еще ваш предшественник рассказывал, как поддоны помечали. То есть она никуда тогда в принципе не делась. Это в 70-е годы, я еще ребенком-то помню, на своем велосипеде по ней очень было увлекательно ездить. Она там шла до моста и так далее, но это было давно. Там чуть другой момент, ее перекладывали и переложили, как вы видели, мягко говоря, не очень удачно. Вот я могу сказать, что если уж охранять какую-то вот изначальную брусчатку в Орле, то вот там, где мы с вами говорили сегодня про так называемый Герцинский мост, вот там если вправо, сразу после моста, это вот к 8 марта, вот там идет небольшой кусочек настоящей брусчатки. Вот если уж где-то вот найти, что называется, щекой прислониться к брусчатке, которую не трогали, вот там отличное место. Вот там можно вот хоть прям вот музей-заповедник в размере там 100 квадратных метров. Ну это так вот, к будущему, когда что-то поется лишнее. И площадь Ленина, вы видите, сегодня идут работы. Значит, подрядчик планирует закончить укладку гранита, который везут из Челябинска в постоянном режиме. Последняя партия должна прийти к нам 15-17 числа июня. Значит, срок укладки, он гарантирует, что до 1 июля он закончит укладку. Сегодня уже большая часть площади уложена. Подрядчикам приобретена вторая машина для укладки, что значительно ускорит. Если он в день сегодня кладет 150-200 квадратных метров, то прибавьте ровно столько двумя машинами. То есть мы справимся с этим вопросом, который у многих скептиков вызывал большое сомнение, что сделаем ли мы, успеем ли мы, не успеем. Я хочу сказать однозначно, что мы успеем. Мы другого не имеем права. В такой газете вышла она на первой полосе, что на, грубо говоря, разруху города осталось еще столько-то дней и ночей. Ну да, такая тенденция, в общем-то, есть. Вопрос, что сломаете дальше? Давайте все-таки о том, что сделать успеем. Вот давайте все-таки чуть-чуть мы от дорог отойдем, мы еще к ним вернемся. Вот мы с вами остановились на том, что все проекты. Если мне помнится в одной из своих многочисленных интервью, вы говорили о такой проблеме, как проблема вывоза мусора из вот именно частного сектора, где у нас это есть. Как раз и спецавтобаза, вот вы сегодня говорили, сохранена. Вот с этим у нас как? В жаре-то не добавится ли к ним? Нет, не добавится, потому что на ежедневном рабочем совещании в администрации, на служенном совещании, я этот вопрос обозначаю и ставлю очень остро перед главами администрации, перед управляющими организациями, компаниями, которые обеспечивают вывоз мусора, с тем, чтобы мы уходили и боролись очень кардинально с этими, со свалками стихийными, так называемыми. Поэтому вот эти овраги сегодня, которые существуют, которые уже на протяжении многих лет представляют собой стихийную свалку, мы их сегодня засыпаем грунтом, выравниваем и на этих местах устраиваем контейнерные площадки. Такая практика у нас уже есть и в заводском районе, и в северном районе, потому что мы, если мы не будем обеспечивать людей полноценной площадкой для сбора мусора, то они, естественно, они так и будут. Дома хранить не будут? Дома хранить не будут. Человек, он по своей сути, ну, он не будет же правильно собирать мусор, он отнесёт и выкинет туда, где глаза не видят. Где уже что-то делает, где глаза не видят, да. О таком интересном мусоре, как подводный. Да, подводный мусор. В этом году, значит, в Сигнате... Его точно никто не видит. Да, вы знаете, что в России... Зачем вы им занялись? Вы в России знаете... Никто его не видит. Не, ну, там же люди купаются. Вот у нас есть озеро «Светлая жизнь». Я совсем недавно сам узнал, что у нас есть международный день очистки водоёмов. Господи. Да. Вот я знаю, что есть международный день продовольствия, психического здоровья. Да, есть. И, значит, этот день, он 5 июня. Этот день мы провели акцию по очистке. У нас есть такая компания общества подводников в городе Орле Дива, такая называемая. Это дайверы они теперь, по-моему. Дайверы, ну, подводники. Модно по-западу. Дайверы, давайте, пусть будет дайвер. Нет, давайте подводники. Да, они приложили колоссальное участие. Вытащили около двух тонн мусора со дна. Какого там только мусора не было. Ну, я так понимаю, золотых дублонов погибших кораблей у нас найти тяжело. Ну, пытались. Говорят, нашли массу пустых бутылок и одну полную, правда? Ну, я не присутствовал. Мы сегодня все равно стараемся в полной мере обеспечить, знаете, чистоту и порядок. Если раньше территорию города, муниципальные территории, убирали 35 работников, вот на сегодня их 90. А вооружены той же белая береза под моим окном? Или что-то изменилось? Вооружены всевозможность. Вот вы же помните, зимой мы когда с вами встречались, мы для них приобрели роторы для расчистки снега. Сегодня мы для, помимо зеленстроя, сегодня для этих работников мы привлекли, купили и бензокосы, триммеры. Помогали нам и депутаты, помогали и предприниматели в приобретении. Для того, чтобы в ежедневном режиме глава района мог сам распределять, куда направить работника, для того, чтобы он осуществил покос. Потому что вы видите, какая сегодня погодная ситуация, идут дожди, тепло, но за исключением этих последних дней. Трава растет очень быстро, поэтому если мы ее не будем косить или все оставим на откуп зеленстроя, он один не справится. Поэтому было принято решение приобрести дополнительно косы для районов и пусть они держат. Ну, косить косят, я посмотрел те места, куда... Косят, косят на контроле ежедневно, ежедневно дают информацию, где покошено, где что делается, где планируют завтра выходить на покос. То есть, все идет в таком рабочем режиме. Ну, вообще интересно, глава областного центра занимается покосом. Организацией. Организацией. Еще один такой вопрос. Ну, вы как сказали, дворник с большой зарплатой. Ну, или за хвостом. Да, поэтому нужно, ну, необходимо, по-хозяйски, необходимо во всей отрасли, во всех направлениях уметь разбираться. Во всех направлениях. Ну, насколько я понял из разговора с вашими сотрудниками, которые очень горячо, как говорится, душой болеют за любимого руководителя. Ну, к сожалению, не все объекты, которые реконструируются, находятся, что называется, в вашей власти. То есть, не можете вы подъехать и, грубо говоря, там, пинком ускорить. Ну, я имею в виду, например, ряды. Я два дня там получилось так ездил, такая благостная сетка висит красивая, снятая вот эта плитка, правильно снятая, не спорит никто, и тишина. Но это, как я понимаю, все-таки вне вашей сферы. Ну, капитальным ремонтом занимается фонд, у нас есть региональный фонд капитального ремонта жилья. Он выступает и заказчиком, и осуществляет контроль. Но, тем не менее, есть еще архитектурный надзор, есть много других органов, которые могут, знаете, ну, не сказать, что там контролировать. Контролеров бывает много о работе, как обычно, да, на пять. Ну, есть такая карикатура, один копает яму, 24 человека, и стрелочками кто откуда. Да, 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 совершенно верно. Есть на башне. Поэтому я не могу сказать, почему вы тогда сказали, что два дня назад вы были. Два дня подряд. Два дня подряд. Получилось, что вот в середине рабочего дня, ну, может, в обед попадали. Может, в обед попадали, да. Потому что я вижу, что там работают люди. В общем, как... И вчера ехал, что люди работали. Говоря ученым языком, не надо переносить частную выборку, проехал, никого не увидел, и всем рассказал, что ничего не делается. Ну, да. На общей ситуации. Поэтому мы все равно, мы общаемся... То есть, с рядами все будет хорошо? Хорошо, все будет хорошо. Мы общаемся каждый день, каждый день общаемся с Масленником Вадим Александровичем, это руководитель фонда. Поэтому динамика, она налицо. Мы видим и на улице Ленина, в том числе, и на рядах, на улице Салтыкова щедрена. У нас много примеров, которые мы можем привести. Все в плане, нигде нет отставания, поэтому мы успеем... Звонками донимают граждане неравнодушные? Ну, мы в разных работаем ипостасях по связям с гражданами. Это и у нас прием граждан, и звонки, общаемся. Вот так вот, ваше общее впечатление, что больше всего беспокоит? Беспокоил до недавнего времени дороги. Статистику у нас губернатор собирал, и просто мы разбирали статистику, что на сегодня основной проблемой является в городе. Ну, извините, это на прямой линии президента. Да, и поверьте, это не только в городе, это и в области, и в городе. В наименьшей степени это была острая проблема, по-моему, 52%. В районах там доходило в некоторых до 70%. Но, тем не менее, мы этот вопрос держим на контроле, и мы эту проблему снимем. Андрей Иванович, приближается такой праздник, который, ну, я бы сказал так осторожно, постепенно входит в наше понятийное поле праздника вообще. Я имею в виду 12 июня. Раньше вообще неудобно варимое название, день про разглашение, декларации, дальше по тексту. Сейчас хоть, ну, стало как-то попроще. День России. Вот как-то он в преддверии юбилея города, конечно, это главный праздник этого года. Встречаем мы его, вот как вы правильно сказали, ремонт нельзя закончить, его можно прервать. Ну, вот, тем не менее, все-таки, это день, причем день не случайный, день все-таки, так или иначе, 25-летия. Праздничный. Юбилей, да, четверть века нашей стране. Выросло уже целое поколение, которое состоялось, которое пришло, вот, именно в новую Россию. Вот, если можно, ну, что называется, горожанам, по случаю, несколько слов. Вот ваша камера, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что в этот день будет много праздничных мероприятий в детском парке, в городском парке, в домах культуры. Поэтому я всех приглашаю от лица администрации посетить эти площадки для того, чтобы поднять свое праздничное настроение с детьми, с друзьями. И чтобы позитивное настроение оставалось на протяжении всего года. И от себя лично хочу поздравить всех жителей города Орла с Днем России, пожелать всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и сказать друг другу здоровья, удачи, терпения и любви. С праздником! Спасибо, Андрей Иванович. Спасибо, что были вместе с нами. Смотрите нашу передачу дальше. Юбилей приближается. И я думаю, он подарит нам еще немало запоминающихся страниц. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова